МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Николаевна Радченко, заместитель декана по научной работе исторического факультета, доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории, этнологии и археологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, член ученого совета исторического факультета, член научно-технического совета СФУ, председатель предприятия, предметно-методической комиссии и жюри регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории в Республике Саха-Якутия. Сфера научных интересов. Политическая история Якутии 1905-1920 годов, история революции 1917 года, политические партии, союзы, организации, жизнь выдающихся политических деятелей. Автор более 70 научных и учебно-методических публикаций. Кандидат исторических наук. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема сегодняшней лекции – история поэтических партий в Якутии. Политические партии являются неотъемлемой частью современной политической системы. Мы же с вами сегодня поговорим о том, какую роль играли поэтические партии в истории Якутской области в начале XX века и в период Великой Российской революции. Поэтические партии в России возникли со своими особенностями. В отличие от западных стран, у нас вначале появились партии национальные, партии революционные, социалистические и оппозиционные. Первая общероссийская политическая партия, российская социал-демократическая рабочая партия, появилась в 1898 году на съезде в Минске, было объявлено о создании этой политической партии. Социал-демократы опирались на идеи марксизма, и главной опорой революции они считали рабочий класс или пролетариат, считая, что только пролетариат сможет осуществить социальную революцию. В 1903 году на Втором съезде РСДРП партия, как известно, раскололась на большевиков во главе с Лениным и меньшевиков во главе с Мартовым. Другая общероссийская поэтическая партия, партия социалистов-революционеров, возникла в 1902 году. Об этом сообщила газета «Революционная Россия». Эсеры продолжали традиции народников и считали, что главной движущей силой революции в крестьянской России может быть только крестьянство. Важнейшим пунктом программы партии эсеров было требование социализации земли. Эсеры считали, что землю нужно изъять из частно-собственнического оборота и передать ее в пользование тем, кто на ней работает, то есть крестьянам, земля крестьянам. Этот пункт привлекал в ряды сторонников партии эсеров очень многих в крестьянской России. Но только после того, как во время Первой русской революции Николай II издает манифест 17 октября 1905 года, была проразглашена свобода союзов и введена Государственная Дума Российской империи. Только после этого в нашей стране сложились условия для нормальной политической деятельности партий. Стали создаваться партии либеральные, консервативные. Таким образом, выделим первую особенность деятельности поэтических партий в нашей стране, это то, что вначале появились партии на национальных окраинах и партии революционные, социалистические, оппозиционные государства. И только в 1905-1906 стали создаваться партии либеральные. Из них крупнейшей и влиятельнейшей была партия народной свободы, конституционно-демократическая партия народной свободы или партия кадетов. Лидером этой партии был известный историк Павел Николаевич Милюков. В Якутию члены поэтических партий ссылались еще с конца XIX века. Это были в основном члены польских поэтических партий. А в самом конце XIX, начале XX в Якутию стали приезжать члены социал-демократических эсеровских организаций. Так, где-то в 1911 году в Якутской области отбывало ссылку примерно 4700 ссыльных, из них примерно 480 – это политические ссыльные. Что касается социал-демократов, то интересно, что накануне революции 1917 года в Якутскую область прибывают довольно видные члены большевистской партии. В 1913 году в Якутск приехал Емельян Ярославский, известный большевик, который работал в Якутском музее. И сегодня наш краеведческий музей носит имя Емельяна Ярославского, поскольку он большой вклад внес в создание деятельности этого музея. Накануне уже революции 1917 года в Якутскую ссылку приезжает Григорий Петровский. Это тоже очень интересная и примечательная личность из числа большевиков. Он был депутатом Государственной Думы. И вот этот депутат 4-й Государственной Думы за свои обличительные речи в Думе был сослан в Якутск. Его хотели отправиться и в Николымск, но ему удалось остаться в городе. Также в 16-м году в Якутскую ссылку прибывает и Григорий Аджиникицы. Так что накануне февральской революции 1917 года якутская поэтическая ссылка была представлена довольно яркими именами политических деятелей – большевиков, меньшевиков, эсеров. Интересно, что ссыльные вели активную работу среди якутской учащейся молодежи. Особенно Ярославский, который очень много работал с молодыми людьми. У него работали социал-демократические кружки. Именно благодаря деятельности ссыльных большевиков в коммунистическое движение приходят такие молодые большевики, как Аюнский, Амосов, Оржаков, Барахов и другие. Как же революция 1917 года отразилась на истории поэтических партий? В результате Первой мировой войны, обострения ситуации в стране, как вы знаете, произошло падение монархии. О февральской революции в Якутии полицильные узнали в начале марта. Поступила телеграмма в город о событиях, которые произошли в Петрограде, о том, что пала династия Романовых и произошла, наконец-то, революция. Для полицильных известие о революции было радостным. Наконец-то произошло то событие, к которому они стремились и о котором они мечтали всю свою жизнь. Узнав о революции, Емельян Ярославский бросился к Петровскому, бывшему депутату Четвертой Государственной Думы, который работал токарем у местного агронома. Ярославский прибегает, рассказывает, что произошла революция. Петровский все бросает и говорит своему хозяину, «Все, я больше у вас работать не буду», и идет делать революцию уже в Якутске. 3 марта 1917 года в городе был создан военно-революционный комитет, 4 марта 1917 года был создан Якутский комитет общественной безопасности усилиями ссыльных большевиков, меньшевиков и эсеров, а 6 марта областным комиссаром становится Григорий Иванович Петровский. Вот так вчерашний токарь возглавляет область практически в статусе губернатора. Это тоже очень интересная особенность поэтической ситуации в Якутии, когда большевик возглавляет область в самом начале революционных событий, при том, что во время февральской революции, как правило, власть переходила в руки либеральных партий, кадетов, октябристов, а у нас в Якутии сразу же большевики, меньшевики и эсеры возглавили область. Начинается деятельность Якутского комитета общественной безопасности, в него входят эсеры, большевики, меньшевики. При Якутском комитете общественной безопасности было создано более 20 различных комиссий, главную роль в них играли в основном эсеры, которые были более многочисленны на тот момент. Февральская революция 1917 года изменила политическую ситуацию в стране в целом. Начался небывалый общественный подъем. Все граждане страны вовлекаются в политику, в общественное движение, возникает огромное количество различных организаций, растет численность поэтических партий. Даже такой отдаленный регион, как Якутская область, очень активно вовлекается в эту всеобщую атмосферу подъема, надежд на лучшее будущее. А в городе создаются профессиональные союзы, растет численность поэтических партий. Теперь они свободно ведут свою деятельность, начинают издаваться партийные газеты, социал-демократ, социалист. Вовлекается в этот общественный подъем, конечно же, и национальная интеллигенция. Якутская национальная интеллигенция в 1917 году находилась под влиянием партии эсеров. На одном из митингов Семен Новгородов сказал, что у социал-демократов в Якутии нет социальной основы, потому что у нас нет железной дороги, у нас нет пролетариата, нет рабочего класса. А вот идеология эсеров, которые во главу угла ставили именно крестьянство, разрешение аграрного вопроса, была ближе якутским интеллигентам. Почему такая ситуация сложилась? Сегодня нам кажется, что во главу угла наших поэтических ценностей мы должны поставить либерализм, демократию. Но не такая ситуация была в 1917 году. В 1917 году либеральные идеи перестают пользоваться популярностью. Все больше и больше людей приходит к мысли о том, что, может быть, революционное обновление общества станет более успешным, если мы выберем некапиталистический путь освоения достижений индустриальной эпохи. Поэтому идеи социализма в 1917 году становятся очень популярными. А либеральные партии теряют своих сторонников. Самой популярной партией в 1917 году становится партией эсеров. Во время весеннего областного съезда якутских крестьян был организован Союз Свобода. Союз Свобода был организован в спешке, во время съезда, поэтому программа его не была до конца разработана. И союз создавался и как политическое, и как культурное объединение. Но со временем якутская национальная интеллигенция поработала над политической частью своей платформы. И в июне 1917 года был образован Якутский трудовой союз федералистов. Сегодня, может быть, история этой партии не так широко известна, но это была национальная партия, созданная в Якутии в период революционных событий. А вообще в ходе революции 1917 года создается очень много национальных партий. По всей России в 1917 году было создано 8 новых общероссийских партий и 46 национальных. Такой был огромный интерес, конечно, к созданию поэтических партий на национальных окраинах Российской империи. Не оказалась в стороне и Якутская область. У нас тоже создается своя национальная партия, Якутский трудовой союз федералистов. В июне был избран Центральный комитет партии, его возглавил Алексей Широких, а секретарем становится Роман Аросин. Лидерами Союза федералистов становятся такие выдающиеся представители национальной интеллигенции, как Василий Никифоров, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Кузьма Гаврилов и многие-многие другие. Эта партия сразу же приобретает популярность в обществе. Она была создана в июне, но уже в августе в партию входило 400 членов. Местные организации создавались по всей Якутской области. Архивных документов, к сожалению, сохранилось очень мало, по которым можно было бы проследить историю Якутского трудового союза федералистов. Но есть несколько протоколов, например, о легменских групп федералистов. И по ним мы видим, что в партию записывались целыми сельскими поселениями. По 200 с лишним человек присоединялись к партии во время каких-то собраний, митингов. В том числе очень активно в эту партию вступали и женщины. Пробуждение женщин, их вовлечение в политическую жизнь становится приметой революции 1917 года. Федералисты принимают и свою политическую программу. Она была создана под влиянием идеологии эсеров и сибирского областничества. Интересно, что федералисты в 1917 году не ставили вопрос об автономии для Якутии. Они все надежды возлагали на Сибирскую областную думу. Считали, что для Якутии на тот момент достаточно будет политического развития в рамках местного самоуправления, выступали за развитие земств. А вот Сибирь обязательно должна получить статус автономии. Россия будет федеративной демократической республикой, считали федералисты, а автономия будет получена Сибирью, и Сибирская областная дума будет решать все важнейшие местные вопросы развития Сибири. Бюджет, земли, недра, вопросы переселения в Сибирь – все будут решаться на уровне Сибирской областной думы. А влияние социалистических идей мы видим в программе федералистов. Они выступали за изъятие земли из частного оборота и за всемерное развитие коопераций. Таким образом, Якутский трудовой союз федералистов становится партией национальной интеллигенции, которая сразу же приобретает большую популярность в якутском обществе. Летом 1917 года поэтическая ситуация в области потихоньку меняется. В конце мая покинули Якутию политически ссыльные лидеры социал-демократов и эсеров. И в августе 1917 года был реорганизован Якутский комитет общественной безопасности, который возглавил теперь эсер Сабунаев, а после отъезда Петровского областным комиссаром становится эсер Василий Соловьев. На смену сотрудничеству социал-демократов и эсеров, которое было характерно для весны 1917 года, в августе складывается эсеро-федералистский блок. То есть теперь эсеры и федералисты сообща управляют Якутской областью, а социал-демократы постепенно переходят в оппозицию правящему эсеро-федералистскому блоку. Осенью 1917 года важнейшей частью политической жизни региона становится подготовка и проведение выборов в учредительное собрание. Что такое учредительное собрание? Это тот законодательный орган, который должен был решить судьбу России после Февральской революции. Но Временное правительство постоянно затягивало и откладывало созыв и начало работы учредительного собрания. И выборы были назначены на ноябрь, в то время как уже 25-26 октября в результате известных событий в Петрограде большевики приходят к власти. Якутские власти и представители основных поэтических партий не приняли большевистского переворота. 25 октября поступила телеграмма из Петрограда о том, что большевики захватили власть. Это была телеграмма от Совета крестьянских депутатов с призывом не верить большевикам. Поэтому в области октябрьские события восприняли как временное явление. Ожидали, что со дня на день власть большевиков падет. И не принимали советской власти вплоть до лета 1918 года. Поэтому, ожидая, что скоро эта власть перестанет существовать, местные власти организовали проведение выборов в учредительное собрание. Выборы в учредительное собрание стали практически главным мероприятием политическим, в котором все поэтические партии области приняли участие. Все выдвинули своих кандидатов, проводили агитацию, собрания, выпускали листовки и газеты. Партия эсеров выдвинула кандидатом в учредительное собрание Василия Семеновича Панкратова. Это был очень известный эсер, который отбывал в свое время ссылку в Якутской области. И нам он известен еще и как человек, который в качестве комиссара временного правительства охранял царскую семью Николая II в Тобольске. И Василий Панкратов был выдвинут как кандидат от Якутской области. Якутские эсеры надеялись, что он достойно представит интересы области на учредительном собрании. Местная социал-демократическая организация выдвинула кандидатом в учредительное собрание Михаила Трофимовича Попова. Молодой человек, студент, он учился в психоневрологическом институте в Петрограде и был активным членом партии меньшевиков. Еще в июне 1917 года в Якутске был образован Якутский отдел партии народной свободы, партии кадетов. Но поскольку либеральные идеи в то время теряли популярность, лишь незначительная часть якутского общества поддержала эту партию. Нам удалось выявить поименно 23 члена Якутского отдела партии кадетов. Интересно, что в отдел входили в основном мелкие служащие, чиновники, преподаватели, купцы. Знаменитый Никифоров в Маннитах тоже был членом, кстати, партии кадетов. И кадеты выдвигают кандидатом в учредительное собрание уроженца Нюрбы Дамиана Афанасьевича Кочнева, который закончил Казанский университет, работал юристом, мировым судьей в Восточной Сибири, был членом партии кадетов, депутатом Второй Государственной Думы. И поскольку он был уроженцем Якутской области, то якутские кадеты именно ему хотели доверить представительство интересов Якутской области в учредительном собрании. Ну и самым популярным, конечно, кандидатом в Якутской области в учредительное собрание становится представитель федералистов Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Юрист, образованнейший человек, лидер партии федералистов, он, конечно, мог достойно представить область в учредительном собрании. В октябре-ноябре активно велась агитационная работа, и в городе Якутске выборы в учредительное собрание проходят 12, 13 и 14 ноября 1917 года. Как проходили выборы в то время, это тоже очень интересно. Это была первая такая крупная избирательная кампания в Якутской области, в которой принимало участие все население, могло принять участие, составлялись списки избирателей. По городу Якутску работало 5 избирательных участков, протоколы комиссии хранятся в Национальном архиве, и с ними можно познакомиться. Победу на выборах по России одержала, как известно, партия эсеров. В Якутии большинство голосов получает Гаврил Васильевич Ксенофонтов. По городу Якутску он набрал 42% голосов, 32% набирает СССР Панкратов, 17% кадет Кочнев и 7% меньшевик Попов. Выборы по всей Якутской области затянулись вплоть до февраля 1918 года, когда становятся известными результаты по всему краю. Они подтвердили ту же тенденцию, которая была характерна и для города Якутска. Большинство голосов получает Ксенофонтов, примерно 49%, и Панкратов также сохраняет свое лидерство. Он идет за Ксенофонтовым, около 37% голосов набирает. В декабре 1917 года начинает работать Якутское уездное земство, которое возглавляет Широких, а в январе 1918 года начинает свою работу Якутское областное земство, которое возглавляет федералист Василий Никифоров. Исполнилась давняя мечта федералистов. Земства в России появились во время великих реформ Александра II, но на Сибирь они не были распространены. И якутская национальная интеллигенция давно мечтала о введении земств и в Якутии. И вот в конце 1917-го, начале 1918-го земства в Якутии появились. И основные такие вопросы жизни области теперь перекладываются на плечи появившихся земств. Между тем, в начале 1918 года нажим из центра со стороны органов советской власти на местные органы, которые не признают советской власти, начинают все больше и больше усиливаться. Приходят телеграммы. Советское правительство требует, чтобы областной комиссар Соловьев передал все дела большевику Андреевичу. Но у местного совета рабочих депутатов сил было недостаточно, чтобы своими возможностями осуществить переход всей власти к советам, как это произошло в России. Ощущая этот нажим, местные органы власти решили провести реорганизацию управления. И в феврале 1918 года был создан Якутский областной совет, который возглавил СССР Василий Попов. При формировании Якутского областного совета отказались от партийного принципа, от принципа партийного представительства и вошли в Якутский областной совет в основном представители различных общественных организаций, других органов власти. И так был создан областной совет. Между тем, в марте 1918 года происходит реорганизация и Якутского совета рабочих депутатов. Но по-прежнему силы сторонников советской власти в области слишком малы для того, чтобы взять власть в свои руки. И в конце марта 1918 года депутаты Якутского совета рабочих депутатов были арестованы и посажены в тюрьму. В том числе и многие молодые большевики. Это еще больше усугубило ситуацию и решимость центра Сибири с помощью вмешательства извне установить советскую власть в Якутии. Был создан отряд под командованием Рыдзинского и направлен в Якутскую область. Итак, отряд под командованием Рыдзинского прибывает в Якутск. И, как известно, 1 июля 1918 года советская власть была установлена в Якутии. Спустя почти 8 месяцев после октябрьских событий в Петрограде в Якутске впервые была установлена советская власть. Но между тем, советская власть в Якутске, хотя и была установлена, меняется ситуация в Сибири в целом. Лето 1918 года, вспомним, что это за событие происходит, начинается крупномасштабная настоящая гражданская война. В результате мятежа Чехословацкого корпуса советская власть в течение нескольких недель оказалась свергнута. По всей Сибири от Поволжья до Дальнего Востока за несколько недель советская власть оказалась свергнута. И это не могло не повлиять на ситуацию и в Якутской области. Поэтому советская власть в Якутске продержалась немногим более месяца. К Якутску направляется белогвардейский отряд под командованием Гордеева. И уже в начале августа советские деятели покидают город. И в город в августе входит Гордеев, поручик Гордеев со своим отрядом. В результате в августе 18-го года в Якутске восстанавливаются органы власти, которые существовали до прихода красноармейского отряда в Якутск. Были восстановлены земства, начинают опять издаваться газеты, восстанавливают свою деятельность и партийные организации. Осенью 1918 года ситуация в Сибири меняется в связи с тем, что в ноябре 1918 года верховным правителем России в Омске провозглашает себя адмирал Колчак. Якутская область приветствует приход Колчака к власти, и конец 1918-1919 годы Якутская область находится под властью Колчака. В этот период деятельность политических партий постепенно отходит на второй план, ослабевает. Мы наблюдаем по источникам спад активной политической деятельности партий в этот период. Уже все реже и реже издавались партийные органы печати, все реже проводились и политические собрания. Это можно связать еще и с тем, что одним из лозунгов режима Колчака был как раз лозунг вне партийности. Он считал, что во многом именно партии сыграли вот такую губительную роль в истории России. В 1919 году левые эсеры и большевики начинают свою подпольную деятельность и готовят восстания в целях восстановления советской власти в Якутии. Их поддерживает передовая общественность города. В результате недовольство режимом Колчака в это время, в 1919 году закрываются некоторые передовые газеты, в том числе эсеровские. В результате неудач Колчака в военных действиях в Сибири, популярность его становится все меньше и меньше. И 15 декабря 1919 года в городе Якутске был осуществлен переворот и восстановлена советская власть. Ну, это, конечно, еще не окончание истории поэтических партий, но, тем не менее, и основные события гражданской войны в Якутской области еще были впереди, но, тем не менее, в декабре 1919 года советская власть в Якутске была восстановлена. После этого, как и по всей стране, в Якутской области начинает складываться однопартийная политическая система. Бывшие члены различных поэтических партий, они принимали участие в деятельности органов власти, общественных организаций, кто-то ушел в федагогическую или научную деятельность, но постепенно они еще участвовали в 20-е годы в общественной жизни Якутии, в органах советской власти, но постепенно, конечно, их деятельность также сходит на нет. Таким образом, периодом наиболее активной деятельности поэтических партий в Якутской области стали 1917-19-е годы, о которых мы с вами сегодня и поговорили. А теперь, если есть вопросы, наверное, перейдем к вопросам, да? Как именно отозвалось небольшевистское прошлое для партии во время, когда установилась советская власть? В 20-е годы еще сохранялась относительная такая свобода, но в большинстве своем небольшевистское прошлое сыграло роковую роль в судьбе очень многих политических деятелей. В 30-е годы припомнили, конечно, многим поэтическим деятелям то, что они раньше входили в небольшевистские партии, организации, очень многие были репрессированы, но при этом, конечно, отметим, что и большевистское прошлое для многих не стало какой-то панацеей или защитой, и в 30-е годы массовые репрессии они настигли как представители небольшевистских партий, так и многих большевиков, дореволюционным партийным стажем. Ну, были репрессированы, как известно, и Ксенофонтов, и Никифоров, и тот же Григорий Андреевич Попов, кадет, но в то же время были репрессированы и многие якутские большевики, как вы знаете, те же Амосов и Аюнский. С каким еще периодом новейшей истории России можно сравнить период возникновения политических партий в 2017-2019 году? Действительно, революция 2017 года вызвала такой небывалый общественный подъем в стране, и, наверное, его можно сравнить с тем подъемом, который происходил в стране в период перестройки, конец 80-х, начало 90-х годов, когда тоже все люди очень активно вовлекаются в общественные движения, поэтические партии. У нас в Якутии в начале 90-х более 10 политических партий, только собственных, было зарегистрировано. То есть это было такое время тоже очень активного участия людей в различных поэтических партиях. Так что я думаю, что можно сравнить вот где-то с концом 80-х, началом 90-х годов. Как ухаживалась бы партийная система, если бы не было Октябрьской революции? Февральская революция 2017 года открыла возможности для демократического развития страны. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но если бы не приход большевиков к власти в октябре 2017 года, наверное, эти поэтические партии продолжали бы действовать. Кто-то прошел проверку временем и продолжал свою деятельность. Появились бы, наверное, какие-то другие поэтические партии. То есть, наверное, страна развивалась бы по пути многопартийной системы. Какова была доля Якутии в волне эмиграции в России после Октябрьской революции? Как мы знаем, в результате революции 2017 года и Гражданской войны из России выехало 2 миллиона человек. Что касается Якутии, то здесь таких точных данных, как правило, не приводится, но мы знаем, что некоторые поэтические деятели, опасаясь, наверное, за свое будущее в советской России, покинули Якутию, в том числе Никифоров Маннитах, как вы знаете, который уехал сначала в Китай, потом в Японию. То есть, эмиграция из Якутии тоже была, и она стала частью того процесса, который был характерен для страны в целом. В Якутии в начале 20-го века было не только много политических ссыльных, но и уголовных ссыльных. Но после Октябрьской революции всех политических ссыльных освободили и амнистировали. А что происходило с остальными? Да, мы говорили с вами о том, что в Якутии в начале 20-го века было в 11-м году 4700 ссыльных, из них только более 400 это поэтические ссыльные. И для ссыльных уголовных, религиозных ссыльных после февральской революции 17-го года тоже, конечно, произошли важные изменения. По городу Якутску можем посмотреть, как только произошла февральская революция, 192 заключенных были выпущены из якутской тюрьмы. Интересно, что для них было проведено собрание, на котором они пообещали, что будут соблюдать законность и порядок, и будут бороться с пьянством и табакокурением. И также на этом собрании приняли решение, что будут создаваться рабочие места для бывших уголовников, чтобы они могли найти себе работу и вести такой честный образ жизни. Почему либеральные идеи были не популярны в начале века в Якутии? Ну, в начале века, то есть где-то до событий 17-го года либеральные идеи, в принципе, в Якутии находили своих сторонников, а вот в 17-м году, как я уже сказала, в целом по всей России популярность либеральных идей начинает падать. Практически на правом фланге поэтического спектра России оказываются левые либералы-кадеты. А вот популярность социалистических идей растет, наверное, потому что в какой-то мере к 17-му году наступило некое разочарование, может быть, в преимуществах капиталистического развития. Люди видели, как тяжело живется рабочим при капитализме, и казалось, что социалистическая форма или социалистический путь развития может привести страну к какому-то лучшему будущему. А можете, пожалуйста, рассказать о дальнейшей судьбе представителей политических партий, которые жили у нас на территории Якутии? Судьбы поэтических деятелей, участников поэтических партий, они сложились по-разному. Интересно, что отбывавшие ссылку в Якутии большевики, но в большинстве своем их судьба сложилась как-то более, может быть, благополучно. Ярославский, Петровский прожили достаточно долгую жизнь, находились на различных постах поэтических, в поэтической иерархии уже советского государства. Чуть более трагично, конечно, сложилась судьба Сергу Арджиникидзе, который по наиболее популярной версии покончил с собой в период массовых репрессий. А вот якутские большевики, как известно, в большинстве своем были репрессированы в 30-е годы, так же, как и лидеры партии федералистов. Некоторые поэтические деятели той же эсеровской партии, прожившие не очень долгую жизнь, уходят из жизни где-то в 20-е годы, не дожив просто до периода репрессий, иначе, наверное, их судьба тоже бы могла сложиться трагично. Очень интересна судьба Григория Андреевича Попова, известного лидера партии кадетов, которого мы считаем сегодня одним из основоположников исторического образования. В Якутии он занимался преподавательской деятельностью, очень много книг написал по истории, и, к счастью, сегодня усилиями его потомков, членов его семьи эти книги переизданы, доступны нашим историкам, студентам, вы можете с ними познакомиться. Он был репрессирован тоже в 30-е годы и умер уже в заключении в годы Великой Отечественной войны. Вот его судьба представляет собой яркий пример такого поэтического деятеля, представителя не большевистской партии, а либеральной, которого тоже не обошла стороной машины репрессий в 30-е годы. Итак, мы сегодня с вами поговорили об истории поэтических партий в Якутии, постарались остановиться на основных политических деятелях этой эпохи, на том, какую роль сыграли поэтические партии в истории нашего региона в период начала 20-го века и Великой Российской революции. Я хочу поблагодарить заключение всех, кто пришел, послушал. Надеюсь, что лекция была для вас интересной, полезной. Вы заинтересуетесь историей поэтических партий, и эта наша сегодняшняя лекция станет для вас стимулом для того, чтобы вы пошли дальше, читали, изучали историю Якутии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ